Девушки отдыхают Проводников двое Рене и Крестобаль Один будет заниматься лошадьми, другой нами Лошадей тоже двое Одна повезет всю провизию на два дня Кастрюли, ножи и вилки И прочий скраб А другая палатку, гамаки, москитные сетки Третья лошадь была нами взята на тот случай Если мы на второй день с Маринкой начнем умирать Наши мужики загружают лошадь Наконец-то мы двинулись в путь Со всем табуном лошадей В первый день нам предстояло пройти 20 километров И это, в общем-то, пустяк А вот сдержим ли мы 30-километровый второй день Мы уверенно не были Мы еще не знали, что во второй день Нам придется идти сквозь девственные джунгли Где лошадь просто не пройдет И воспользоваться ей мы не сможем Привет трою В начале первого дня дорога была проста, дальше некуда Можно сказать, проезжая трасса Джунгли пока выглядят довольно редким лесом Перемежающимся с полями и пастбищами Чтобы мы не скучали, Крестобаль рассказывает о разных растениях В своей второй ипостаси Крестобаль, сам чистокровный майя Является майянским народным лекарем Так что у нас есть шанс изучить всю майянскую народную медицину Которая густо растет в джунглях Через 20 или 30 минут Детская снотворная Это потому что ребенок имеет много холода Но это против холода Это тоже есть джунг Когда она имеет 10 дней Если она была сухая Она может пить ее как марихуана Как марихуана 30 минут и она уже получает реакцию Она уже немного горжая, она играет Данция Как марихуана, я поняла Это джунг и это медицина Трех пунктов Это растение в виде настоя Используется против малярии Это для малиния Трех пунктов Это хорошо для малярии Поняли? За полгода до поездки мы с Мариной сильно парились на тему, что в трекинг по джунглям одевать на ноги Мы ожидали хлипкие топи дождевого леса, кишащие змеями, скорпионами и прочими гадами, которые будут прыгать на нас и кусать нас даже выше, чем ботинки или резиновые сапоги Мы ожидали болота по пояс и москитов по горло Ой, если бы мы знали, как все обстоит на самом деле, мы бы не морочились По такой дороге можно было пройти хоть на шпильках Но даже тряпочные кеды, которые Маринка таки взяла с собой, были по Олежкиным легкомыслию оставлены во Флоресе Так что Маринка прошла весь путь в босоножках И хоть бы хны Еще мы были уверены, что дождевые джунгли Гватемалы будут кишеть зверьем Разумеется, мы надеялись на тонны ягуаров, море оленей и прорву обезьян В результате животных мы не видели практически никаких Зато часто их слышали Это подал голос обезьяны Ревун Такая черная мохнатая штука размером чуть меньше гориллы Часто его по звуку наивные люди типа нас принимают за ягуара В общем, лично мы общались только с растениями Это душистый перец Лакандонские джунгли Гватемалы представляют собой классические дождевые леса типа Амазонки Дождь здесь идет всегда по определению Если дождик нет дня два, это называется сухой сезон Мы приехали в самый сухой сезон, но лужи все равно высыхать не успевали Змей Змей Которые по нашим московским представлениям должны были нас кусать сверху и снизу Мы тоже не видели Единственную маленькую змейку мы встретили в самый последний день В самый последний час, уже выйдя на большую дорогу перед Текалем Да и то, если бы Крестобаль нас в нее не ткнул носом, мы бы ее так и прошли Правда, она оказалась смертельно ядовитой Так что хоть немного экзотики, мы все же таки повидали Ола, 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 ола Ну что, пошли по лесу наконец-то Здрасте Здрасте Проходите, мужчины В общем, когда мы увидели эту змею, мы поняли, что эти два безопасных дня, которые мы провели в лесу и никого не встретили И прошли его совершенно без приключений Им мы обязаны просто местным ангелам, которые нас пронесли на руках Снимаю, снимаю Вот палочка, осторожно Листик И тут, о чудо, нас постигла радость О, как эгуар наконец-то О, счастье А где же сам эгуар? Как с пелом Как? Уже есть Ему много Пурое мясо Ага Да От мяса Ага, запах неприятный Ему много кака Вряд ли Что, они дураки, что ли? Лошади здесь пройти уже не способны Их повели дальней обходной дорогой И мы с ними встретимся только сегодня вечером на ночной стоянке Город Город Капель Город Шаг